Уважаемый Карим Кожемканович, уважаемые коллеги, во исполнение поручения президента Республики Казахстан данного 11 февраля текущего года на 13 съезде НДП Нур-Атан правительством Республики Казахстан 4 марта принято постановление, которым утверждена программа посткризисного восстановления оздоровления конкурентоспособных предприятий. В соответствии с указанной программой, Министерством финансов разработан законопроект, направленный на реформирование системы банкротства и реализацию программы посткризисного восстановления оздоровления конкурентоспособных предприятий. Основными направлениями разработанного законопроекта являются внесение изменений и дополнений в закон о банкротстве, предусматривающие процессуальное разделение судебных процедур, реабилитации банкротства, введение двух отдельных судебных процедур в отличие от действующего порядка возбуждения единого дела о банкротстве, Введение института собрания кредиторов в процедуре реабилитации, введение новой ускоренной процедуры реабилитации, снижение административных барьеров через отмену отдельных функций согласования проектов документов с уполномоченным органом. Более детально. Внесение дополнений в закон о государственных закупках предусматривает возможность участия в государственных закупках участникам программы при наличии просроченной налоговой задолженности сроком свыше трех месяцев. Внесение дополнений в закон о введении в действие Кодекса Республики Казахстана о налогах и других обязательных платежах в бюджет предусматривается предоставление отсрочки погашения налоговой задолженности участникам программы на срок до трех лет без залога и гарантии банка. Внесение дополнений в закон о государственных закупках и введение в действие Кодекса Республики Казахстана о налогах и других обязательных платежах в бюджет позволит участникам программы использовать в качестве оборотных средств денежную массу, высвобождаемую в связи со срочкой по уплате налогов, а также даст потенциальную возможность увеличения доходной части в связи с получением права участвовать в госзакупках при наличии налоговой задолженности. Выделение процедуры реабилитации в отдельную судебную процедуру отдельно от дела о банкротстве. При существующей системе при подаче исков в суд о признании должника банкротом при или ходатайстве о применении процедуры реабилитации судом возбуждается дело о банкротстве, о чем публикуется информация в средствах массовой информации. Как неоднократно отмечалось субъектами бизнеса, в случае, когда предприятие подает заявление на реабилитацию, публикуемая информация о возбуждении дела о банкротстве наносит ущерб репутации и сводит к нулю все усилия, так как партнеры по бизнесу отказываются от дальнейшего сотрудничества и прекращают все коммерческие отношения. Предусмотренное законопроектом выделение процедуры реабилитации в отдельную судебную процедуру должно стимулировать бизнес к положительному восприятию системы несостоятельности. Разделение процедур предусмотрено непосредственно программой в целях стимулирования субъектов бизнеса к более широкомасштабному применению процедур финансового оздоровления, что в перспективе должно оказать положительное влияние на рост экономики, а также соответствует задачам по сохранению рабочих мест и социальной стабильности в обществе. Введение института собрания кредиторов в процедуре реабилитации. Комитету кредиторов действующим законодательством предоставлены широкие возможности, в частности утверждение сметы расходов, утверждение плана продажи, согласование о назначении руководителя, должника, реабилитационно-управляющим и другие. Вместе с тем, как свидетельствует мировая практика, рекомендации экспертов Всемирного банка, такой подход в корне неверен, так как наделяет узкую группу лиц правом принимать решения, касающиеся индивидуальных прав каждого кредитора. В этой связи предусмотрено введение института собрания кредиторов и принципа голосования в зависимости от суммы требований к должнику предоставления собранию кредиторов исключительного права согласования, плана реабилитации, одобрения сделок вне рамок обычных коммерческих операций, выбора кандидатуры реабилитационно-управляющего. В отличие от комитета кредиторов, в собрании смогут принимать участие все кредиторы, включая мелких, и влиять на принятие решений пропорционально сумме своих требований к должнику. Введение новой ускоренной процедуры реабилитации. Данная процедура представляет возможность утвердить в суде разработанный во внесудебном порядке план реабилитации и ввести мораторий для всех кредиторов соответствующих однородных групп на признание банкротом и обращение взыскания на имущество в период проведения процедуры. Для участников программы применение процедуры является обязательным условием для начала оказания мер господдержки. Снижение адомбарьеров с целью снятия излишних адомбарьеров, не влияющих на эффективность проведения процедур и устранения условий для коррупционных правонарушений, исключены функции уполномоченного органа по согласованию проекта сметы адомрасходов, проекта соглашения комитета кредиторов с управляющим, проекта плана продажи конкурсной массы. Отмена данных функций также обусловлена тем, что указанные документы напрямую касаются только интересов кредиторов и управляющего. Вместе с тем, в целях соблюдения прав участников процедур внешнего наблюдения банкротства и реабилитации введена возможность обращения уполномоченного органа в суд об оспаривании решений и действий администратора внешнего наблюдения конкурсного реабилитационного управляющего в случае выявления нарушений законодательства. Принятие законопроекта должно оказать положительный эффект в социально-экономическом плане, в частности, позволит провести процедуру финансового оздоровления в отношении предприятий среднего и крупного предпринимательства в рамках реализации программы и сохранить рабочие места и налоговую базу за счет увеличения количества реабилитируемых предприятий. Продолжение следует...